Юные пешеходы – самые уязвимые участники дорожного движения. С начала года на территории города Чебоксары зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. ГИБДД совместно с городским управлением образования проводят встречи со школьниками, рассказывают о правилах поведения на дороге. Ежегодно учащиеся городских школ, лицеев и гимназий принимают участие в Олимпиаде по ПДД, сдают своеобразные дорожные экзамены. Площадкой для проведения Олимпиады в этом году стал Дворец детского и юношеского творчества. 15 команд, победители школьного этапа на правах лучших, сегодня защищали честь своей школы на городской Олимпиаде. Кто будет представлять Чебоксары на республиканском уровне, знают мои коллеги Галина Титарчук и Андрей Спиридонов. Мальчишки и девчонки, а также их родители, о правилах движения услышать не хотите ли? Услышать, рассказать и показать. В программе Олимпиады практика и теория. Чебоксарским школьникам пришлось не только отвечать на сложные вопросы о дорожных знаках, разметке, истории ПДД, но и оказывать экстренную медицинскую помощь, накладывать жгут, делать непрямой массаж сердца, останавливать артериальное кровотечение. Мы с ними ничего не будем делать, потому что мы можем их неправильно туда впихнуть, и станет еще хуже. Поэтому мы это останем врачам. А мы наложим стерильную салфетку. Дальше нужно наложить бинт. Кстати, Юлия Ксенофонтова вместе со своей командой БЭМС – одна из немногих, кто получил высокий балл за знание правил оказания первой медицинской помощи. Мы очень долго готовились, проходили билеты. Это все-таки командная работа, тут нужна сплоченность. Я думаю, что эти знания мне пригодятся, так как в будущем я сама планирую стать водителем. И мало ли что, не дай бог, конечно, но может быть какая-то чрезвычайная ситуация, авария или что-нибудь еще. Первая медицинская помощь всегда необходима. Самым сложным для многих оказался конкурс фигурного вождения велосипеда. Строгая жюри оценивала время и чистоту прохождения дистанции. Кроме этого, капитанам команд пришлось выучить жесты регулировщикам. Организатор отмечает, что ребята отнеслись к Олимпиаде со всей ответственностью и показали высокий уровень знаний. Данное мероприятие у нас проводится уже 27-й раз совместно с управлением отдела образования города Чебоксары. После подведения итогов стало известно, что на республиканском этапе 11 мая город Чебоксары будут представлять команды трех школ номер 20, 54 и 45. А в ГИБДД уверены, что знания, которые дети получают благодаря подобным Олимпиадам, должны помочь им в будущем. И среди этих школьников нарушителей ПДД точно не будет. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.